В палеоактивное отделение центральной городской больницы поступило новое оборудование. Как оно улучшает жизнь пациентов, расскажет Рифат Фадкулин. Сердечно-сосудистые заболевания, рак, тяжелые инсульты. У каждого пациента здесь неизлечимый диагноз. Но их боль можно облегчить. Вот этот называется насос для интерального питания. Это аппарат, который помогает больных кормить тех, кто не может самостоятельно глотать. А этот аппарат врачи называют вертикализатор. Он помогает парализованному больному встать на ноги после инсульта. Ежегодно здесь получают лечение около 700 пациентов. Отделение рассчитано на 40 коек. Все койки заняты. С поступлением нового оборудования облегчилась работа обслуживающего персонала, медицинского персонала. Есть функциональные кровати, которые нам облегчают уход за пациентами, тяжелыми лежачими пациентами. Они регулируются. Головной конец, ножной конец этих кроватей. Есть у нас противопролежные матрасы, которые длительно лежачих больных профилактируют образование пролежнее. Пациентам будут давать в пользование откашливатели, приборы для вывода мокроты и кислородные концентраторы на случай приступа астмы. На покупку оборудования из федерального бюджета было выделено 850 тысяч рублей. У нас прием ведет амбулаторный врач по палеотиномедицинской помощи и на функциональной основе выезжает патронажная бригада по палеотиномедицинской помощи. С прошлого года мы из федерального бюджета получаем оборудование, новое оборудование. И в этом году мы получили более семи наименований оборудования в рамках национального проекта, регионального проекта «Старшее поколение». В этом году поступление нового оборудования в отделение палеотиномедицинской терапии ожидается на сумму около 3 миллионов рублей. Если избавить от проблемы больного не получается, это вовсе не значит, что нельзя улучшить качество его жизни. И здесь за это борются каждый день. Рифат Фаткулин, Борис Андреев, Республика.